Привет, друзья! Сегодня мы разберём сюжет французской драмы 2014 года под названием «Другая Баварин». Когда-то Мартен Жубер жил в Париже и наслаждался эстетикой старого города с его роскошью и изысканностью. Он обожал искусство и литературу и увлекался произведениями известного писателя-реалиста Гюставо Флабера. Но семь лет назад Мартен вернулся в Нормандию, чтобы перенять отцовскую пекарню. Его хлеб – главная достопримечательность небольшого городка. Однако новая партия выпечки оказалась подгоревшей, что удивило и возмутило его жену Валерии. Мартен говорит, что сильно обеспокоен состоянием своего соседа Чарли и думает, что тот может наложить на себя руки. После работы мужчина сразу же отправляется в соседний дом и застает Чарли, кидающего в костер вещи своей покойной супруги. Мартен успевает забрать дневник девушки до того, как огонь всё уничтожил бы. Всё началось шесть месяцев назад. Работая в саду, Мартен заметил подъехавшую к соседнему дому машину. Новыми соседями оказалась пара из Англии Чарли и Джема Бавари. Услышав фамилию, пекарь с интересом посмотрел на девушку, ведь она выглядела именно так, как он представлял себе героиню одноименного романа. Уже на следующий день пара Бавари пришла в хлебную лавку соседа. Девушка с восхищением выбирала хлеб, вдыхая его аромат, в то время как Мартен не мог отвести от неё взгляд. Случайно встретив Джему на прогулке с собакой, пекарь окончательно понял, что юная девушка пробудила в нём давно забытые чувства. Поздно вечером в дом Жуберов постучал Чарльз. В их доме перестал гореть свет, и он обратился к соседу за помощью. Мартен согласился помочь и с удовольствием принял приглашение выпить немного вина. Разговоры в основном вели жена Мартена и Чарльз, пекарь же всё время наблюдал за Джемой. В его голове всплывали строчки из книги о том, что мадам Бавари скучала, живя спокойной семейной жизнью. Именно так сейчас и выглядела девушка. Однако спокойствие быстро прервало мышь, пробежавшая прямо под ногами Джемы. Девушка закричала и тут же начала говорить о том, что нужно приобрести кресиный яд, чем сильно напугала Мартена, который утверждал, что из-за отравы часто происходят несчастные случаи. Теперь каждый день Мартена был связан с соседкой. Он или наблюдал за ней из окна своего дома, или с нетерпением ждал, когда она придёт в булочную. Однажды пекарь даже пригласил девушку на кухню, чтобы дать попробовать ей испечь хлеб самой. Мартен с вожделением наблюдал за Джемой, рассматривая каждую часть её тела. В один из визитов в магазин Джема знакомится с семейной парой. Они приглашают девушку с мужем на ужин и предлагают им работу. Джема интерьерный художник, а Чарли реставрирует старые вещи. На этот ужин приходит и Мартен вместе с Валери, продолжая наблюдать за объектом своих фантазий. Хозяйка ведёт Джему в зал, который она хотела бы перекрасить, и заводит разговор о тренажёрах и фитнесе, явно указывая на то, что Джеме нужно скинуть пару килограмм, что сильно задевает девушку. Спустя несколько дней Мартен встречает Джему в парке. Он лестно высказывается о её фигуре, чем вгоняет девушку в неловкое положение. Она торопится уйти домой, но в этот момент ей под платье залетает пчела и кусает за спину. Девушка кричит и просит ей помочь. Мартен трясущимися руками расстёгивает платье и ловит насекомое, которое успело оставить жало. У мужчины не остаётся другого выбора, кроме как отсосать яд, с чем девушка легко соглашается. Услышав крики, к ним подбегает молодой француз РВ, живущий в большом особняке неподалёку. Пока Мартен объясняет, что происходит, Джема падает без сознания. Мужчины срочно везут её в больницу, где ей становится лучше. На следующий день в гости к Бавари приходит парочка из Англии. Рассматривая журнал, Джема замечает там своего бывшего жениха Патрика, который ей когда-то изменил. Девушка всё время скучает и злиться, ведь Чарльз постоянно погружён в книги, либо занимается чем-то в мастерской, не обращая внимания на текущий потолок и неисправную проводку. Чуть позже Джема отправляется на рынок, где её снова замечает Мартен, вышедший на крыльцо магазина. Он наблюдает за девушкой, начитывая про себя строки романа, периодически добавляя что-то от себя. Вдруг он видит, что к Бавари подошёл РВ и завёл лёгкий непринуждённый разговор. Следующая встреча девушки и молодого парня произошла в магазине у винной витрины. Юноша порекомендовал лучший напиток из имеющихся и пригласил новую соседку посетить его особняк, построенный несколько веков назад. По дороге домой Мартен обгоняет машину Джемы, но она его не замечает. Не доезжая до поворота к дому, девушка сворачивает в сторону особняка. Мартен решает проследить за ней, но увидев, что она вошла в дом, так и не решается заглянуть в окно и просто уезжает. Вечером у них был запланирован ужин с соседями, и когда Джема села рядом с Мартеном, тот заметил у неё на шее явный отпечаток страстной любви, оставленный молодым французом. С этого дня пекарь стал следить за соседкой. Это не составляло особого труда, ведь девушка смело покидала дом в платье и на каблуках, прикрываясь прогулками с собакой. Но на самом же деле она проводила время, занимаясь любовью с РВ. И снова встреча в пекарне. Джема купила хлеб и круассан, но забыла его на кассе. Пекарь только рад предлогу, чтобы посетить соседку, но подойдя к дому, он слышит страстные стоны. Зная, что Чарли уехал в Лондон, мужчина понимает, кто сейчас в гостях у девушки. Так и не вернув забытый круассан, мужчина возвращается домой и всю ночь сидит на кухне, размышляя о своих чувствах. Когда возвращается Чарльз, роман Джемы и РВ все так же продолжается. Девушка вновь надолго уходит гулять с собакой, и мужчина понимает, что скорее всего его брак трещит по швам. В поместье РВ парочка страстно занимается любовью прямо на столе. Джема задевает фарфоровую статуэтку, и та падает, расколовшись на две части. Парень не на шутку расстроен, ведь эта вещь очень дорога его матери, но девушка его успокаивает. Она заберет с собой статуэтку и попросит мужа ее отреставрировать, оставив имя заказчика в секрете. Мартен постоянно думает о том, что он хочет разорвать отношения Джемы и РВ. Мужчина не обманывает себя и не пытается прикрыться моралью или мужской солидарностью, он откровенно признается, что дело только в его ревности. Обдумав все, Мартен принимает решение любым способом прекратить роман Джемы и РВ. На следующий день Джема забирает письма из почтового ящика. Одно из них якобы от РВ, в котором он сообщает, что их отношения закончены. Не скрывая своих чувств от мужа, девушка бежит к дому француза, где он как раз в это время выслушивает нотации от матери. Женщина возмущена не только тем, что сын не занимается подготовкой к учебе, но и отсутствием любимой статуэтки. У ворот поместья Джема получает сообщение от парня, в котором говорится, что ему нужно вернуться в Париж, и он не сможет поехать с ней в Лондон, где они планировали провести несколько дней. Вернувшись домой, Джема хочет поговорить с мужем, но тот догадывается о содержании разговора, поэтому собирает чемодан и уезжает подальше от неверной жены. На следующий день Джема встречает Мартена и просит того о помощи в переводе письма. Пекарь вновь засматривается на молодую красотку и не может сосредоточиться на тексте. Тишину прерывает мышь, которая пробежала прямо по девушке. Мартен убивает грызуна и замечает пакет с крысиным ядом, из-за чего пекарь выходит из себя и говорит ни в коем случае не хранить яды дома, ведь это очень опасно. В свободное время Джема проводит в доме английских соседей, занимаясь ремонтом. Там она встречает Патрика, который оказывается другом их семьи. Мужчина определенно рад видеть девушку и вероятно настроен на возобновление отношений. На следующий день Джема договорилась о встрече с Мартеном, на которую так и не пришла. Когда пекарь вышел на улицу, то заметил девушку в объятиях Патрика. Однако, сидя в ресторане, Джема признается бывшему жениху, что это была минутная слабость и она сильно об этом жалеет. По приезду домой Джема собирает вещи, решив продать дом и вернуться в Лондон, чтобы наладить отношения с мужем. Затем она находит отремонтированную статуэтку и оставляет Чарльзу нежное голосовое сообщение. Недалеко от дома она видит Мартена, извиняется за то, что не пришла на встречу и приглашает в гости выпить на прощание. В ходе разговора выясняется, что именно Мартен отправил письмо от имени РВ. Девушка понимает мотивы, которые толкнули соседа на такой шаг и, поцеловав его, просит уйти. Спустя какое-то время Мартен приносит ей корзину со свежеиспеченным хлебом в качестве прощального подарка. Однако, в дверь стучит не Мартен, а Патрик, который приехал с очередной попыткой начать все сначала. Работая в саду, Мартен видит, как к соседскому дому подъезжает такси, из которого выходит Чарли. Пекарь радуется, что наконец-то все вернется на круги своя. Но через несколько минут Чарльз выбегает из дома с криками о помощи и оказывается, что Джема скончалась. Мартен уверен, что виноват крысиный яд, однако следователь утверждает, что она умерла от удушья, подавившись кусочком хлеба. Пекарь считает себя виновным случившимся и на похоронах рассказывает об этом Чарли. Но тот винит себя, ведь когда он приехал домой, то застал Патрика с Джемой в непонятной позе и устроил разборку вместо того, чтобы помочь жене. Каждый из мужчин винит себя в случившемся. Уходя с кладбища, Мартен оборачивается и замечает РВ, который также приехал почтить память любимой девушки. Полгода спустя появились новые соседи, вызвавшие необычайный интерес у Мартена. Но это уже совсем другая история. Псс, друг, я хочу рассказать тебе один секретик. Мой друг Даня нашел способ зарабатывать от 5000 в день, просто играя в игру на телефоне. Честно, я и сам сначала не мог в это поверить, пока не кликнул на вот это вот видео и не убедился в этом лично. Как говорится, даже друзьям доверяй, но проверяй. Короче, способ реально рабочий, но чем больше людей о нем узнает, тем быстрее выкачают оттуда все бабки. Поэтому советую тебе не тянуть и посмотреть видео прямо сейчас. Кликай прямо вот сюда, потом спасибо скажешь. Пока-пока.